в первой части видео говорил об огромной пользе лещины случись какой-нибудь катаклизм известно что лещина спасла человечество после наступления ледникового периода дала еду и дрова жителям земли когда мамонты сгинули но жители деревни дуракова интересуются совсем другие культуры трудоемкие и теплолюбивые не дающие никакой отдачи только затраты труда и денег но десятки миллионов наблюдают за рукоблудием на первом месте неукрылые формы ничем он не болеет и не замерзает хорошие надо сорта подбирать вот несколько десятков сенсеев мутят воду на ю тубе задача и цель одна у них развести буратин на гроши выпустил известный буратин чемпион мира его окрестностей три по моему серии блокбастер целый с ранними хвором и винограда и с тонким намеком мол такие будут расти в ваших не теплых краях в этом году заморозок майский скушал виноград а в прошлом году аидиум постарался без десятка химобработок не обойтись и какой будет это виноград яд ягодах в вине в земле какая польза от такого винограда и потом виноград он очень диабету способствует сейчас по моему треть или четверть населения страдает этой болячкой показывает маестра по 5-7 кисточек на кусте сортов очень много но вся суть в том что после многочисленных гибридизации а это уже поколение седьмое или восьмое резко снижается уровень устойчивости к природным факторам и к родителям с болезнью авторы этих хворм разные и ягода и гроны кое-где красивые но мало их да и не все они красивые так результат будет один деньги на ветер если не сгорит то сниет такой виноград еще одна категория любимчиков деревни это обрезанты если в случае с виноградом нажива на первом месте то в случае с обрезкой славы захотелось в эпоху потепления обрезка укорачивание просто вредна ведет к гибели деревьев и кустов почему то не дано или не хотят понять это обыватели сократился листовой аппарат после обрезки страдают корни а на карликовых подвоях их мизер карлики в основном у людей и дереву хана поймали волну обрезанты с экранов не слазят четыре времени года орудует сучкорезами урожай не покажут правда только рожи ой я какая умная а яблони и груши особо вообще трогать обрезкой нельзя волчками стреляет груша ущерб только и борются потом волваны с волчками он лишний повод рожу свою засветить и так до бесконечности обрезка косточковых культур персики черешни сливы у меня сухофруктов в море ну еще фишка когда никогда уродят те яблони или груши в землю их закопать надо не успевают переработать ну дерево что что говорить обрезка косточковых в зиму и с осенью это преступление ранняя обрезка резко снижает зима и морозоустойчивость а во влажном периоде года раны заживают плохо деревья страдают камеди течения открыты ворота для разного рода инфекции но режут балбесы круглый год руки чешутся по рукам бы дать им смотрите полезные видео лещина людей спасет а вот эти выверты прыжки обезьяньи ничего кроме труда и трат денег не дадут и здоровье еще отнимут